Как свидетельствуют аналы истории? В Черкасске на войсковом круге атаман Корнилий Яковлев объявил о поступившей просьбе 22 казаков устроить новый городок в облюбованном ими никем не занятом месте. Так 22 сентября 1671 года было дано разрешение названным казакам на данце в пустолежащем юрту у речки Каменки поселиться беспрепятственно. До обоснования станицы на ее нынешнем месте она меняла свой адрес в 5 раз. Изначально люди поселились на низком левом берегу, сейчас это место называют старым городом. Как рассказывает легенда, станицу пришлось переносить по причине постоянных опустошающих набегов на татар. Для своего нового поселения казаки облюбовали место в 7 километров вниз по течению речки. Когда наконец-то татарские набеги прекратились, все жители переместились на более удобное место, уже третье по счету. Но, видно, не судьба. В начале 700-х годов станица была полностью сожжена за участие казаков в вооруженном выступлении Кондрата Булавин. До сих пор хутор на этом месте называется Погорелов. После пожара пришлось искать четвертое место для своей станицы. Люди перебрались на левый берег, чуть выше по течению реки Северский Донецк. Сейчас это хутор Старая Станица. Но через время его пришлось оставить из-за постоянных наводнений. Люди перебрались на правый, более высокий берег. Сейчас здесь располагается город Каменск-Шахтинский. С ходатайством о переселении станичники обратились к властям в 1805 году. Но вскоре после этого началась война с Наполеоном. И многие жители станицы под предводительством атамана Матвея Платова ушли воевать с французской армией. Стало не до переселения. Лишь в 1817 году каменские казаки стали потихоньку перебираться на правый высокий берег и строить там свои дома. Первоначальную планировку Каменска выполнил известный в то время архитектор, нидерландский дворянин Франц Павел Деволан. Также он проектировал Одессу, Террасполь, Воздесенск и многие другие города. Улицы и переулки в городе расположены перпендикулярно. Согласно всероссийской переписи населения 1897 года, население станицы составило 12 190 жителей. Со временем станица Каменское стала центром Донского округа, в который к 1917 году входило 15 станиц. Путешествие, пожалуй, мы начнем от набережной реки Северский Донец и будем подниматься вверх к центру города. Путешествие У реки Северский Донец мы видим скульптуры рыбака. У него, конечно же, была удочка, но ее, к сожалению, сломали. Поставили новую, но и она долго не продержалась. Эта скульптура олицетворяет всех рыбаков, которых очень много на набережной реки города Каменска. Авторами канонического пенсионера рыбака стали каменские скульпторы Анатолий и Юлия Ушаковы в соавторстве с Игорем Пичугином. Проспект Карла Маркса Проспект Карла Маркса, бывший Донецкий проспект, широкий бульвар, протянувшийся от набережной Северского Донца на 2,5 километра с северо-востока на юго-запад. Улица Ленина, бывшая Старовокзальная, затем Советская, протянулась от Железнодорожного вокзала и к Северскому Донцу, перпендикулярно проспекту Карла Маркса. В окрестностях этих двух главных улиц находится много исторических объектов. Большинству каменчан это здание известно как магазин ТЭМ. Его построил в конце 19 века купец Иван Ильич Шокоплясов. На первом этаже располагался магазин купца, в котором торговали преимущественно обувью. Другие помещения купец арендовал. Здесь находился магазин дамских головных уборов Елизаветы Татаринова и магазин Додохова и другие. Второй этаж купец сначала использовал как гостиные номера. А в 1915 году на втором этаже торгового дома была открыта Каменская мужская классическая гимназия. Ее директором был назначен митрофан Петрович Богоевский, вскоре ставший видным общественным деятелем. А это двухэтажное кирпичное здание, здание бывшего Донецкого окружного мужского училища, открытого в 1818 году. Объект культурного наследия регионального значения. До 1982 года здесь располагался телеграф и переговорный пункт. Затем АТС. Училище в свое время окончили писатель Тренев, Олейников, художник Греков, профессор Киевского университета Косоногов. На здание установлена памятная доска Треневу. Это двухэтажное здание в 1895 году построил Иван Григорьевич Пашинский для своей гостиницы Донецк. Ресторан, располагавшийся на первом этаже, пользовался огромной популярностью у населения мужского пола. У входа сидел урядник с большущими кулаками, который всегда был готов выпроводить разбушевавшихся посетителей в три шеи. А в подвальном помещении располагался синематограф «Одеон». С 23 октября 1941 года на первом этаже гостиницы, которая уже называлась «Домом крестьянина», располагалась редакция газеты Южного фронта «Во славу Родин». Именно здесь родилась широко известная песня Ильи Франкеля «Давай закурим». В это время на Южный фронт приехал молодой композитор Модест Табачников. Он написал музыку к стихам. Там же родилась и другая каменская песня Табачникова. «Ты одессит, Мишка, а это значит». Впервые песня «Давай закурим» прозвучала на праздничном концерте в Каменском доме Красной Армии 31 декабря 1941 года в исполнении солиста фронтового ансамбля Аркадия Воронцова. Спустя некоторое время приехала группа артистов с Клавдией Шульженко. Она взяла ноты у Табачникова, и тогда песню в ее исполнении услышали бойцы Ленинградского фронта, куда отправилась певица. В 1956-57 годах в гостинице жили Сергей Герасимов с актерами, снимавшимися в кинофильме «Кихи Дон», а позже Бондарчук и актеры, снимавшиеся в кинофильме «Судьба человека». В советское время здесь находилось кафе «Лакомка». В последнее время здесь располагался бывший Донбанк, основан в 1994 году. Сейчас здесь расположен бизнес-центр «Северский Донец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С момента появления этого здания в начале XX века на пересечении Донецкого проспекта и вокзальной улицы Здесь располагалось общество взаимного кредита. Сказать, кто был автором этого здания, сейчас сложно. Есть мнение, что это одно из строений, возведенных известным каменским купцом Бардашовым. После общества взаимного кредита, по воспоминаниям старожил до Великой Отечественной войны, на первом этаже здания находился большой гастроном, вход в который был якобы со стороны проспекта, как раз под лоджией. А на втором этаже располагался банк. Каменчане его так и называли – Белый банк, вероятно, из-за цвета стен здания. Затем в этом здании располагалось Каменское шахтоуправление. А в 1960 году сюда переехала музыкальная школа. А это бывшая школа номер 33. Ранее – железнодорожная школа номер 33. Первоначально – женская прогимназия Фёклы Михайловны Мазуренко. Вдовы учёного-медика Дмитрия Петровича Мазуренко. Открыта в 1871 году. Здесь ученики получали основные знания по физике, географии, математике, естествознанию. Преподавались французский, английский и немецкий языки. Выпускницы получали аттестат. В гимназии было 7 классов, как и в государственных казённых гимназиях. Как и большинство подобных зданий, она строилась из привозного немецкого кирпича. Но с начала 2000-х годов она находится в заброшенном состоянии. А вы знаете, что вход в парк Максима Горького в советские годы был платным? Основан он как городской сад коммерческого клуба в 1887 году. Здесь проходили праздничные гуляния, балы и другие мероприятия. Это старейший парк в городе. Он принадлежал помещице Табунчиковой, которая сдавала его в аренду. В 1936 году парк получил имя Максима Горького. Были установлены скульптуры. По праздникам и выходным дням играл духовой оркестр. Работала танцплощадка. В 1952 году к услугам каменчан. Тир, танцплощадка, читальный павильон, площадка настольных игр. Плата за вход в парк 70 копеек. До 1952 года 2 рубля. В летнем театре демонстрировались кинофильмы. Дом в стиле классицизма, постройки 19 века. Первоначально здесь располагалось станичное правление. А с 1871 года заработал и дворянский клуб. Еще не окончилась гражданская война, а здание передали детям. До 1991 года здесь был дом пионеров. Сейчас здесь центр развития творчества детей и юношества. Главная площадь города – площадь труда. А во времена станицы Каменской она называлась Христорождественская по названию храма Рождества Христова, который был построен в 1885 году. Во время Великой Отечественной войны он работал, но в 1960 году храм был взорван. На его месте был построен мемориальный комплекс с погибшим воином, а в честь храма установлен памятный крест. 9 мая 1971 года был открыт мемориальный комплекс и установлен на постаменте легкий танк Т-70, подбитый противником в январских боях за город. Памятник посвящен танкистам, погибшим в боях за Каменск в январе 1943 года. Также на площади установлен средний танк Т-34-76. Эта машина 26 июня 1989 года была поднята из реки Северский Донец под хутором Дичинский, отреставрирована и 9 мая 1990 года к 45-летию Победы установлена на постамент. Площадь труда условно можно назвать центром знаний. В двух минутах располагается Каменский медицинский колледж, химико-механический техникум и Каменский педагогический колледж. Здание Каменского педагогического колледжа, расположенное по адресу Володарского, 66, 1903 года постройки является одним из первых учебных заведений в городе. Еще до революции в 1915 году решением земских властей в станице Каменской была открыта учительская семинария. В январе 1920 года по указанию Донецкого губернского отдела народного образования Каменского учительского семинария была реорганизована в трехгодичные педагогические курсы. На базе этих курсов в 1925 году в Каменске был открыт педагогический техникум. Так, с 1925 года и начинается история Каменского педагогического колледжа. За время его существования из стен выпущено огромное количество учителей разных специальностей. Зданию присвоен статус истории и культуры регионального и федерального значения. В 2007 году была проведена капитальная реконструкция, в результате которой от зданий вековой давности остались только стены и кованая лестница. Дворец культуры имени Гагарина – одно из интереснейших исторических зданий города, открытый в 1953 году как Дом культуры текстильщиков. Это памятник архитектуры сталинской эпохи. Его портик состоит из 11 колонн. По краям сделаны резолиты, на лицевых частях которых устроены затейливые барельефы. До сих пор дворец культуры имени Гагарина остается одним из главных центров культуры города. Способствует творческому развитию детей и интересному досугу взрослым. Проехать мимо байк-отеля и не заметить его невозможно. Перед зданием установлена огромная фигура призрачного гонщика – мотоцикла с рамой в виде скелета. Глаза черепа светятся в темноте и вся скульптура также дополняется красивой подсветкой. Кафе при отеле называется «Гараж». Посетители его находятся в окружении мото- и автоаксессуаров, старинных фотоаппаратов и грамм-пластинок. Рядом с отелем и кафе 10-метровая стелла в виде столба, к которому прикреплены мотоциклы на восьмигранном постаменте. Этот памятник посвящен всем погибшим байкерам. Музей легенды СССР. В экспозиции музея богатая коллекция автомобилей, мотоциклов, велосипедов времен Советского Союза, в том числе 30-х годов, военных и послевоенных лет, подлинные образцы электротехники, предметы быта и домашнего обихода советских семей. Тематический парк «Музейный комплекс военной техники Патриот» был открыт в мае 2018 года напротив музея легенды СССР. Здесь на территории в один гектар собрана экспозиция образцов вооружений и военной техники, где все можно посмотреть и потрогать. Танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, самолет, армейские, спортивные и учебно-тренировочные сооружения. Сейчас в Камешахтинском продолжается добыча угля, развитохимическая, машиностроительная, древообрабатывающая, пищевая промышленность. Население вместе с пригородами составляет более 100 тысяч человек. Каменск продолжает строиться. Субтитры подогнал «Симон»!